На канале Зигет поступил вопрос, как повериться с человеком, который не хочет идти на примирение? Ну так бывает, действительно, совершается ссора, мы просим прощения, человек нет, не подходи ко мне, не хочу с тобой говорить и так далее. Но, прежде всего, надо в любом случае сделать попытку примирения, обязательно. Если мы понимаем, что человек обиделся, что мы поступили как-то не тактично, жестко, грубо, не поняли человека, то всегда лучше объясниться, чем что-то носить в себе. Человек может не пойти на примирение, да, но в любом случае, если мы попросили прощения, то наше слово будет посеяно в его душе, как некое зерно. Может быть, ему нужно время, чтобы понять нас, может быть, нужно время, чтобы простить нас, может быть, нужна определенная духовная сила, помощь Божия, чтобы нас простить и окончательно примириться. Мы не знаем. Но наше дело сказать, наше дело попросить прощения. Если будет возможность, через какое-то время можно попросить еще раз, на всякий случай, напомнить о себе, что мы не считаем себя правыми, что мы не хотим этой ссоры, мы не хотим этого раздора. Прости, пожалуйста. Ну и остальное уже на воле и на усмотрение того человека. Если мы сказали, то наша совесть постепенно успокоится после покаяния, принесенного перед Богом. Если не сказали, то наша совесть будет нас беспокоить, это будет сидеть нас, это будет мешать нам. Господь говорит, что прощать надо всех, как нам известно хорошо, и любить надо всех, мириться нужно со всеми. И на самой высоте христианской любви есть любовь даже к врагам. Господь говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь забежающих вас и гоняющих вас. Субтитры сделал DimaTorzok